У меня один знакомый, он был директором ночного клуба. Когда он начал слушать мои лекции, он сделал этот ночной клуб вегетарианским и безалкогольным. И у него поменялась полностью аудитория. Начали другие люди приходить, и ему вся эта тусовка очень нравилась. Но ему хотелось соблюдать режим дня, и он мечтал ночью спать о днем бодрствии. Мечтал в своей жизни и молился Богу. Я не знал, как это сделать, потому что его работа была ночной клуб. И он молился Богу, а Господь все устроил для него. Его соучредитель обманул его, и этот клуб забрал себе. А он в результате очень быстро получил приглашение заниматься ресторанным бизнесом. И стал заниматься деятельностью, пытаться вегетарианские рестораны открывать, в этом направлении начали двигаться. Но работать днем начал уже. Все происходит по милости Богу. Не волнуйтесь, ваша жизнь под контролем. Таракан тоже ползает по кухне и думает, ну как это явление природы, которая ходит по кухне, может меня раздавить? Это невозможно. Это чистое случайность. Но это явление природы, оно осознанно, понимаете? Оно знает гораздо лучшее сознание у него работает, чем у таракана. Мы тоже воспринимаем этот мир как явление природы. Мы думаем, здесь все хаотично и случайно. Здесь все не хаотично и случайно. Это у нас просто мозгов не хватает понять все закономерности, которые здесь происходят. Итак, высшей целью человеческой жизни является достижение Бога и любви к Нему. И если у человека нет высшей цели, это значит, он не поливает корень дерева. Когда корень дерева не поливается, то корень высыхает. Когда корень высыхает, то все дерево сохнет. Корень дерева человека — это сердце. Бог находится в сердце. Да, человек не поливает сердце, он не молится, не занимается духовной практикой, то, что происходит. Сердце он имеет связь с родственниками, это его веточки. У него есть также цель в жизни, есть его развитие как личности, есть семья, это его ствол. Если человек не поливает сердце, то все начинает высыхать. Отношения с родственниками сохнут, отношения с близкими сохнут. Человек теряет чувство цели жизни, у него жизнь становится обыденной, бесцельной. Все высыхает его сердце, если он не поливает корень. И жизнь становится очень тяжелой, труднопреодолимой. Отношения начинают вонять. Если веточка высохшая висит на дереве, она начинает гнить, страдает все дерево. Понимаете? Поэтому человек должен молиться Богу и питать своей силой всех родственников, выдавать им удачу в жизни, чтобы они менялись, развивались. И он будет меняться сам также. Высшей целью человеческой жизни является стремление к Богу. Как дерево стремится к солнцу, так человек должен стремиться к Богу каждый день, каждый час. Следующая цель жизни — это цель, которая помогает стремиться к Богу. Сейчас я ее озвучу. Это называется жизненно важной целью. Жизненно важными целями являются цели, которые помогают осуществить главную цель жизни. Таковыми являются развитие себя как Личности, работа над собой. Поддерживать на высоком уровне психическое и физическое здоровье. И правильное выполнение всех своих обязанностей в жизни. Потому что когда человек, допустим, бросает жену, что происходит? Проклятие на его голову рушится. Когда человек бросает детей, проклятие на их голову рушится. Когда родители бросают человека в беде, проклятие на их голову рушится. И в результате он отдаляется от Бога, этот человек. Проклятым становится. Понятно? Работа над собой, поддержание здоровья. Если человек болен, он тоже удаляется от Бога, потому что он теряет силы, концентрацию, способность молиться, выполнять свои обязанности. Больной человек теряет семью также. Человек заболел сильно теряет семью. Кому охота жить с больным человеком? Может, не сразу он теряет семью, но постепенно может потерять. Ну, может, не он теряет семью, а семья теряет, если он нужно так относиться и оставлять его другу. Ну, можно и с этой точки зрения сказать, и стоит. Но факт остается фактом, он остается один. Хлопок-то не идет с одной стороны. А? Что? Я имею в виду, что хлопок идет не с одной стороны, не с белой ноги в этой участке. С одной стороны, больной мужчина, как говорится. Все мы на работе с другой, что мы едем с больным. Хорошо, ладно. Давайте с другой стороны поговорим. Есть один знакомый, который попал в аварию и остался без ног. Тогда даже был не женат еще. Вообще был просто молодой парень. Не было работы еще. Он только выучился, попал в аварию и остался без ног. У него не было отца, он жил в деревне с мамой. Лежал на кровати. И у него было два варианта. Или покончить жизнь самоубийством, или стать счастливым. Он решил, что покончить жизнь самоубийством никогда не поздно. Надо попробовать стать счастливым. И он начал работать над собой. Начал работать над собой, молиться. Через некоторое время мать начала советоваться с ним, как жить. И он давал ей правильные советы после молитвы. А потом мать рассказала о том, что он может помочь своим знакомым. Знакомые начали приходить советоваться. И он давал ему правильные советы. Потом знакомые рассказали своим знакомым. И так вся круга узнала, что есть человек обездвиженный, который может дать советы, и они сбываются, помогают в жизни. Ему выстроилась очередь. Люди начали спрашивать. У него был занят весь день. Люди начали носить еду в знак благодарности. Семья перестала страдать от нищеты. Потом одна девушка попросилась помогать маме. Молодая девушка попросилась помогать. Потом она слезно просилась замуж за него. Говорит, я же инвалид, зачем мне это так и лучше? И она его уговорила. В результате он получил жену еще. Чем это отличается от той ситуации, которую вы мне сейчас хотите предложить? Понимаете, то, что человек без ног или больной не указывает на то, что он должен остаться один или быть несчастным. Все зависит от того, хочет он быть ближе к Богу. Даже человек, который остается один, а его родственники оставляют, но он занимается духовной практикой, это для него облегчение, а не обуза. Я знаю одного пожилого человека, который в святом месте сидел и просто в храме раздавал всем освященную жидкость. Он больше ничего не мог сделать, потому что он был очень старый. Но он был никому не нужен, прямо там в храме и жил. И он был счастлив безмерно, его глаза светились счастьем, потому что он избавился от всех беспокойств и обязанностей в конце жизни. Поэтому не факт, что человек, когда остается один, он проклятый. Все зависит от его духовной силы. Но большинство людей, когда они заболевают, духовная сила тает. Поэтому нужно стараться вылечиться, не болеть. Об этом речь моя сейчас. Если уж говорить о том, бросают или не бросают, даже духовно развитых людей могут бросить. Бывает непреодолимая карма. Вот развивался бы человек духовно, не развивался. Бывает такая сильная судьба, что у него по судьбе, если положено, что его бросят, значит его бросят. То есть, хоть он развитый, хоть не развитый, понимаете? То есть, бывает огромная сила судьба, которую за одну жизнь не преодолеешь. Но это всегда благословение. Допустим, Ванга родилась слепой, а муж у нее был пьяницей всю жизнь. Но она всю жизнь дарила людям счастье. И сама была счастлива. Когда я спрашиваю, почему она живет с таким мужем, не хватало и денег, и положения в обществе, всего в жизни. Она говорила, это мой муж, и я должна его терпеть и любить. Какой Бог дал, так Бог дал. Все. И она была счастлива за этим человеком. Мы не можем это понять. Но так было. Это факт. Так, вторые цели жизни, это жизненно важно. Если человек не работает над собой, если он не поддерживает свое здоровье и не выполняет свои обязанности, семейные, общественные, трудовые, то такой человек все равно будет деградировать. Третий уровень целей. Это важные цели. Они помогают человеку спокойно жить в этом мире. Важные цели. Современное общество важные цели считает главными. Высшей целью жизни, важной целью считают. Это получить образование, хорошее образование, стремиться занять в обществе хорошее положение. Их правильно устроить свою личную жизнь, согласно закону Писания. Это важные цели. Есть второстепенные цели. Эти цели направлены на улучшение жизненных условий. А если человек второстепенной цели становится, считает главной целью своей жизни, то тогда он вообще живет в кошмаре. И вот смотрите, эти второстепенные цели таковы. Достижение достатка и благополучия. Улучшение своего положения в обществе и улучшение условий жизни. Чем это отличается от важных целей? Смотрите, важные цели. Получить хорошее образование. Учиться. Важной целью также является стремиться занять то положение в обществе, которое помогает правильному развитию личности. Это не означает, что ты как можно выше положения стремишься занять. Ты занимаешь то положение, которое тебе помогает развиваться. Допустим, мне помогает развиваться положение лектора. Я читаю лекции, люди меня слушают, думают, что они развиваются. Но ветки говорят, что развивается больше всех, кто читает лекции. Также ученые исследовали, что тот человек, который слушает просто материал, он получает 20% усвоения. Я там примерно говорю. Тот, который послушает и повторяет, получает 40%. Тот человек, который практически следует этому, получает 60%. И тот, который преподает этот материал, получает 100% усвоения. Видите, я занял такое положение в обществе, которое помогает мне развиваться. И есть временные цели, которые являются не такими важными. Это залить бензин в бак, убраться в квартире и так далее. Это все надо, но это не настолько важно, чтобы на эту жизнь всю свою тратить. И больше ничем не заниматься. Какие у вас вопросы, ради мотива? Скажите, пожалуйста, армические последствия для вас пульсоеда? Примерно, что здесь есть мясо. Я уважаю взгляды и поведение людей. Я уважаю взгляды и поведение людей по той причине, что люди, которые сидят здесь и слушают мои лекции, они стремятся к Богу всем. Но каждый находится на своем уровне. Если я вам расскажу просто последствия вашего пребывания в материальном мире, то вы покончите жизнь самоубийством. Если человек идет к Богу, то он обязательно к нему придет, если ему не помешают. А мешают фанатики, которые пугают его на этой пути. Больше никто не может помешать, только фанатики. Человек должен, идя по пути, должен стремиться к той цели, которая видна для него, доступна. Если для человека недоступно бросить мясо, он не должен об этом думать. Это не его проблемы. Он должен идти туда, где его цель. Может быть, для него режим дня, цель достигнуть, соблюдать режим дня. Желать всем счастья, прощать, просить прощения. Вот такие, допустим, у него цели сейчас. И Бог ему в сердце показывает, что надо делать дальше. Я абсолютно убежден, что приходит время, и все ненужное у человека отпаливается. Точно так же, как от вас выливаются сухие ветки. Об этом не нужно беспокоиться никак. Я бросил мясо есть, даже не помню когда. Я работал над собой, и пропал, и резко тут. Человек не должен стремиться бросить есть мясо. В этом нет необходимости. Надо стремиться развиваться как личность, работать над собой. Я знаю много православных людей, которые едят мясо, но при этом развиваются. Но те из них, которые развились, бросают есть мясо. Я знаю также много православных, которые уже бросили есть мясо. Но их никто не заставлял, потому что в их вере об этом не говорится. Хотя у меня есть проповедь святого Зосимы, который ругался на мясо конкретно. Это святой человек, он не ел мясо. Также Сергий Радоничский и Серафим Сарусский не ели мясо. Видите, то есть приходит время, человек бросает есть мясо. Почему? Потому что он начинает чувствовать, что это надо, это есть, является потребностью в его жизни. Но пока он не чувствует, что это потребность, он может продолжать есть мясо. В этом нет ничего плохого. Приходит время, человек бросает все, что ему нужно бросить. Есть разные стандарты жизни. Например, некоторые люди не едят корнеплоды. Вы готовы бросить корнеплоды есть? Там находится душа корня. Видите, у вас нет потребности бросить корнеплоды есть, так? Вы убиваете растения? Дайте эти корнеплоды. Я тоже ем корнеплоды. Но есть люди, которые питаются только фруктами и орехами. И семенами. В семенах нет души. Она появляется там, когда только душу попадает в ладо. Ну, в семен попадает в ладо. Да, но прорастает, когда душа туда входит. Происходит зачатие семени. Когда в ладо попадает. Набухает семя, туда душа. И уже тогда семя уже не такое чистое, как семя, в которой сухое. Это, получается, и прорушивает пшеницу нельзя тоже? Почему нельзя? Можно. Просто есть разные стандарты жизни. Я вам об этом говорю сейчас. Вот если лотос еще в воде, он должен дорасти до поверхности и стать лотосом, раскрыться. Он еще в воде, он лотос или не лотос? Ну, он в воде еще, он лотос, да? И солнце на него не попадает. А считается, что растения, на которых не попадает солнце, находятся в невежестве. Лотос в невежестве находится или нет? В ладости. В ладости. Я говорю, как это сопоставит одно с другим. Я вам сейчас расскажу, как это сопоставлял мой духовный учитель. Он говорит, всех людей, которые работают над собой, слушают лекции, стремятся к совершенству, надо уже воспринимать очень возвышенно. Практически относиться к ним как к святым. Уже сразу, заранее. Он говорит, такие люди, их можно сравнить как два манго. Есть белая манго, есть зеленая. Зеленая манго кислое, невкусное, греховное такое. А спелая манго, оно благостное, чистое, самый сладкий фрукт. Благостный фрукт на земле. Манго. Итак, он спрашивает своих учеников, зеленая манго это манго или нет? Манго. Только время их отделяет от спелости. Но стандарты их чистоты очень низкие, зеленого манго. Оно кислое, кислый вкус это вкус страсти, это не вкус благости. Сладкий вкус благости. Стандарт его чистоты очень низкий. Но мой наставник, духовный учитель сказал, что относитесь к зеленому манго так же, как к спелому. Только время отделяет его от спелости. Не предъявляйте к нему больше требований, чем положено. Придет время, и оно выполнит все свои требования. Теперь сразу вопрос, а почему нам хочется у людей, которые имеют ниже стандарты, чем наши, осуждать их и угрожать их санкциями? В чем причина? Эта причина называется злоба. Или залость. Да, у человека в сердце тайно остается желание наслаждаться этими низшими вкусами, то тогда этот человек злится на тех, кто ими наслаждается. Приведу пример. Я никогда не курил в своей жизни, у меня нет привязанности к сигарете. Но один мой друг недавно просил курить, и мы ехали с ним в лифте, и прямо в лифте курил человек. Мы ехали в дыму. Я как-то задумался, не обращал на это внимания, думаю, ну сейчас приедем, все будет хорошо. А мой друг, он покрасил от гнева. Он был такой крепкий человек, достаточно сильный. Он покраснел, начал тяжело дышать, и сказал этому человеку, сейчас я тебя размажу по стене. И тот понял сразу, в чем причина, он тут же закасил сигарету, извинился, испугался, вышел. У меня вопрос, почему я не разгневался, он и разгневался. А? Потому что он разгрызал. Да, он завидовал тем, что тот наслаждается тем, что ему уже нельзя наслаждаться. Точно так же, когда мужчина гуляет, допустим, гулял от жены, а потом по судьбе жена начала посмотреть на чужих мужчин, то у него возникает жуткая ревность. Он готов ее убить просто за это. Хотя сам до этого гулял. Но когда мужчина не гулял от жены, и жена начинает посмотреть на таких мужчин, он садится с ней и просто говорит, моя хорошая, лучше не надо этого делать, у нас отношения начнут разрушаться. Видишь, я тебя люблю, ты меня любишь. Зачем вам нужна такая проблема? Постарайся, я понимаю, что тебя притягивают к этому человеку, она ему рассказывает, меня к ней не тянет. Ну, постарайся забыть его, постарайся, я тебе помогу. Давай поедем в отпуск, съездим туда. Он к ней относится очень подобно. И она ему благодарна на всю жизнь за это. Понимаете, какая разница или нет? Что греховность заставляет ненавидеть тех, кто грешит. Поэтому тот человек, который дает людям знания, он должен быть свободен от такого восприятия мира. У него не должно возникать ненависть или злоб у людей, которые встали на правильный путь, но при этом имеют тяжелый пласт кармы. Я раздавал консультацию одному человеку. Я по рукам мог увидеть качество человека. И по левой руке я увидел, что он... Ну, я так растолковал, что в прошлой жизни был убийцей, убивал людей. Я ему сказал, вы готовы услышать от себя что-то страшное? Он посмотрел на меня, да, вы тебе готовы. Я ему говорю, вы в прошлой жизни были убийцей, убивали людей. Он говорит, дорогой мой друг, я уже в этой жизни был убийцей. Убивал людей. Гораздо больше можешь себе представить. Когда я посмотрел на него, когда он мне говорил, у меня холод пошел. Меня охладило так. Смерть от него начала, через него смерть начала говорить со мной. Да, смерть говорит человеку, он остывает сразу. Колпо делал, я говорю. Ну, я как-то сдержался так. И он потом мне сказал, что я очень сильно раскаялся. И теперь хочу полностью аскезами, покаянием очистить свое существование. Помоги мне. Ну, я ему начал рассказывать, что делаю. Но я бы мог попрезговать им, понимаете, или испугаться у людей. Если человек встал на правильный путь, даже если он подгнивший, то все равно манта. Гмель отвалится, и он станет спелым манта с небольшой выемкой. Ну, очень вкусно. Какие у вас еще вопросы, да? В буддизме есть такое понятие просвекления. Да, везде есть это понятие. Во всех делике. В единической культуре. Да? И в православии, и в христианстве есть просвекление. Насколько я понял, в буддизме это наивысшая степень, ступень совершенства. Как это в единической культуре? Нет, в единической культуре это не высшая ступень совершенства. Просвекление означает осознание себя душой. Это начало духовной жизни. Мы убедим власть духовного блага. Когда человек осознает себя душой, ему дальше надо осознать, что есть Бог, что есть с Ним отношения, и как достигнуть это отношение. Свою миссию по отношению к Богу он должен достигнуть. И любви к Богу в конечном счете. Очень много стадий после осознания себя душой есть, много стадий развития. Еще я хотел вернуться к этой теме, как я не поставил раньше. Я вам скажу, что, ну, как с примером собака, собака держает наркотик, у него очень потом негативное отношение возникает к наркотикам. Прямо когда, то есть то же самое у человека, который в 20 лет выйдет, у него очень плакат, чувствует реагирование именно на плечи, поэтому может быть там, если не только зависть. Это и есть зависть. Ага. Вы это только с позиции физиологии рассматривали. С позиции физиологии это реакция, а с позиции психики это зависть. Но человек же реагирует не на кущего человека, а именно на раздражение, на курение. Вы говорите с позиции физиологии, а я говорю с позиции психики. В физиологии, да, он реагирует на дым, а с точки зрения психики он реагирует на курильщика, на то, что ему позволено, а мне нет. Я рассказывал много раз уже этот случай, еще раз расскажу. Когда я только начинал духовную практику, так же, как Вы, я поехал со своим наставником, который сейчас живет в Вильнюсе, я только от него приехал, он уже будет сейчас привлечать отречение и впоследствии станет духовным учителем. Тогда он был просто хорошим починалом. И у него было много в подчинении людей, он всех собрал, поехал на остров, на Волгу, там много островов на Волгу. Поехали мы там молиться, на целый день купаться, молиться, в общем, благостно отдыхать. И я там на Волге, песчаные такие берега, я в песчанике вырыл себе такую пещерку небольшую, сел там и начал молиться. Возьмелся в молитву и смотрю, передо мной встал какой-то человек и стоял возле воды, тоже на острове, не наш, какой-то другой пришел человек. И он стоял, стоял, думал, потом повернулся, видел меня, дошел ко мне. Говорит, что ты здесь делаешь? Я говорю, я молюсь. Он говорит, а я пришел покончить жизнью. Я говорю, может быть, рановато, еще ты такой старый. Он говорит, да, понимаешь, я наркоман, и говорит, если я еще немножко буду наркотики употреблять, то у меня отвалится печень, и я просто загнусь от боли. У меня уже у друзей, у многих, такое произошло. Говорит, я не хочу так жить. Он сейчас уже оставил мир этого человека. Но тогда он хотел покончить жизнь с инвестом. Это было 20 лет назад. И мы с ним пообщались. Я ему сказал, есть способ избавиться от наркомании и выздороветь. Он говорит, скажи мне этот способ, и я выполню. Какой бы он тяжелый не был. У меня нет выхода. Я ему сказал, что надо пойти в монастырь. Когда человек попадает в духовную атмосферу, так как ломки — это нехватка счастья, ломки в теле — это признак нехватки счастья, нехватка счастья в тонком теле. Попадая в атмосферу духовного счастья, человек лишается ломок. И он пошел в медический монастырь, поехал в Казань. Он нашел этот монастырь медический, поехал туда, начал там жить. И у него не было ломок. Потом я приехал читать лекции в Казань. И ко мне подошел один такой мужчина, красных одежды, такой благостный, красивый, как все точно. И он говорит, спасибо, вы спасли мне жизнь. Я говорю, я не помню это. Может быть, вы лекции не слушали? Он говорит, нет, не слушаю. Он говорит, как же я вам спасли жизнь. Мне рассказал, помните берег Волги, вы вот сидите в такой норе, молитесь. Я вспомнил этот эпизод. Вспомнил его тоже. И он очень духовно развивался. И вот буквально года два назад он оставил тело. Просто здоровье было подорвано, но он прожил еще 18 лет, в результате всех грехов развился духовно. С молитвами оставил тело. Поэтому можно без взломок. Если выбрать правильную цель жизни, высшую цель жизни поставить перед собой правильно, то все проблемы и страдания уходят из жизни человека. Он становится благословленным. Большинство людей не способны это понять, потому что точно так же, как птица привязана к гнезду, так и человек привязан к работе, к дому. Ему трудно в семье, ему трудно это поменять местами. Потому что Бог, как бы, Он вроде бы никаких благ не дает, так видимо. Мы очень сильно практичны в этом мире. И мы очень сильно привязаны к тому, что реальные блага даем. Нам трудно поставить что-то выше, чем это, какую-то цель. Но это возможно в результате усилий. Постепенно, в результате жизни человека, он все больше и больше приближается к тому, чтобы поставить высшей целью жизни Бога. Потому что Бог, когда человек обращается к Нему, много-много раз ему в жизни помогают. Это реально происходит. И невозможно это ни с чем спутать. У меня так в жизни много-много раз было, когда именно Бог помогал мне. И это чудо. Я это воспринимаю, такие события, как чудо. Потому что ничего не предосполагало к тому, что это событие не произойдет. И оно не происходило. Приходила защита свыше. Причем сначала я об этом узнавал, что придет защита, а потом она приходила. Постепенно, когда человек служит Богу, Бог ему дает о себе знать и дает веру в себя. Когда это происходит, человек, естественно, ставит Бога высшей целью жизни. И тогда судьба его предопределена. В этом мире есть три пути. Один путь — это тот путь, в котором в основном идут те люди, которые живут на Западе. Заметили, что на Западе люди очень красивые, аккуратные, вежливые, добрые? Нет? Заметили? Заметили, что на Западе люди очень красивые, которые живут на Западе, они приходят с райских планет сюда, свыше. Поэтому они стремятся к комфортной жизни очень сильно. Они стремятся к тем райским благам, к райскому счастью, которое они видели там. Те люди, которые живут в России, они приходят с адских планет. В Украине, кстати, более высокое рождение, чем в России. А из Азии? Люди более благостные. В Азии там смесь. Там часто в Азиатах рождаются недалеко от животных, несколько жизней после животных. Есть Азиаты очень возвышенные нации, а есть такие очень примитивные. Разные есть Азиаты. Но в целом это люди, которые идут Богу. Азия или Восток означают те, кто идут Богу. И неважно, они низкорожденные или высокорожденные. Все, кто идут Богу, они быстрее приходят к своей цели, чем те, которые Богу не идут. Так вот, знаете, что когда люди рождаются на Западе, они не склонны к труду, они склонны наслаждаться жизнью. И эта склонность получается потому, что они сначала были на райских планетах по лунному пути. Есть райские планеты по лунному, и есть по солнечному пути. Те, кто рождаются в Индии, в Ирале, в Ираке, они попадают... Ну, как-то они, ну, как бы, связаны с райскими планетами по солнечному пути. Райские планеты по солнечному пути, когда человек попадает туда, на них, то он чаще всего не возвращается назад. Почему? Потому что он идёт к Богу уже. И он, так как ещё не достоин попасть в духовный мир, он идёт к Богу выше, 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 выше. Но те, кто попадают на райские планеты по лунному пути, они попадают на самый крутой курорт, который только может быть. И они там только балдеют. Там всё предназначено для наслаждения. И Европа отдыхает по сравнению с райскими планетами по лунному пути. Там столько счастья и наслаждения. Но тем людям, которые попадают на райские планеты по лунному пути, им суждено вернуться на средние планеты опять, сюда к нам. И есть еще третий путь, это путь в ад. Когда люди идут в ад, их тонкое тело деформируется, и они попадают в животные формы жизни назад. Три пути всего есть. Есть еще четвертый путь, который является путем милости. Люди сразу уходят в духовный мир с любой планетой, с любого места во Вселенной, где бы они ни были. И если они достигают любви к Богу, то они уходят в духовный мир сразу с той точки, где они находятся. Очень большая. Как же предсказание, если поднимется, а не в лоб, а не в лоб? Ой, знаете, давайте не будем вообще предсказывать, кто поднимется, кто упадет. Я могу вам сказать точно, что никто в этом мире не является лучше, никто не является хуже. У всех есть свои недостатки и преимущества. Не надо говорить, что Европа хуже России, Россия хуже Европы. Все это одно и то же. Просто везде, в каждом месте свое что-то. Если в Европе как бы люди страдают от вседозволенности и распущенности, то в России страдают от невежества, пьянства, от грубости. В Америке люди страдают от цинизма, жестокости в сердце. Хотя внешне они очень везливые и по-доброму относятся. Но могут позвонить по телефону на любого соседа, его настолько настучать на него с удовольствием, что он не так сделан. В Германии то же самое. Ну нормально, в России не так. В России бывает так, что ограбят и никто не позволит. А бывает наоборот, что ограбят и тут же разберутся с этим человеком. И поймают его соседи, сами же. Все из-за того места, где же человек живет. Бывает в России даже места, где вообще почти не ограбят. Я же в Краснодарском крае живу, там почти не воруют. Я увидел воровство особо сильно. Ну где я живу, по крайней мере. Везде есть, ну там вот где я живу, там люди очень жадные. И говорится, что если кубанец взял царку, то ему надо отпиливать уже. Не отпустить. Везде все одно и то же, но по-разному. Смотрите, когда человек куда-то приезжает на время, как турист, он увидит самое лучшее в этом стране. И поэтому он счастлив переехал туда. Потом он приезжает как житель, он начинает видеть самое плохое уже там, и он разочаровывается. И так везде. Везде одно и то же. Сначала сладкий вкус, потом горький в материальном мире. Так везде в материальном мире, так он устроен. Нет в этом месте в мире прибежища. Везде все одно и то же. А если родился в России, а потом переехал сюда, а по карме вот тебе было в России? Нет, если вы сюда переехали, значит, вам по карме было сюда переехать. Ну, а как же вы не по карме переехали? Почему же вы тогда переехали? Как в этом анекдоте, евреи поймали, начали бить. Он говорит, я по паспорту русский, а мы говорим, тебя не по паспорту, а по морде пьем. Я еврей, поэтому могу рассказать таким. Убив, правда. Как правильно идти по солнечному пути, а не по морду, чтобы не возвращаться? По солнечному? Вот я вас пытаюсь привести к солнечному пути. Как раз такие лекции читаю. Главный путь — это гедонизм. Это гедонизм, это древняя культура Запада. Все это Зевсы эти там. Все это гедонизм, означает наслаждение, цель жизни. Посмотрите, вот возьмите все эти картины эпохи Возрождения. Они все такие. Пухленькие люди, такие, прославленные с яблочками, поленькие, сидят на веточках с крылышками. Это же райские планеты, гедонизм. А не рай по лунному пути все рисовали. Эти все рисунки рая по лунному пути. И называются библейские сюжеты. Хотя на самом деле Иисус Христос никак не связан с этим совсем. Пухленькими женщинами, с цветочками, крылышками и вином. Никак Иисус Христос с этим не связан. Совсем другой. Он аскетичный, наоборот. Он, наоборот, призывал к духовной жизни, а не к балдежу. И все, кто за ним шли, они все оставили жизнь муках за веру. Ничего общего там с этим гедонизмом не было. Пухленькие тетеньки, там дяденькие. Но был бы близкий сюжет, когда кончилось вино, он наполнил вино, дальше все начали идти. Это так? Не факт, что именно так это и было. Потому что с древних языков, вот этих севрита, вино и сок виноградный переводится одинаково. Не факт, что он именно вино наполнил. Не факт. Сложно объяснить это все. Понимаете, ранние объяснения священных писаний отличаются от наших. Ведь даже закон перевоплощения был отменен на одном из собраний христиан. Это исторический факт. Многое заведение. А? Многое заведение. Нет, там были просто определенные собрания, которые обсуждали философию. И отменили закон перевоплощения. Не будем это обсуждать, это может задеть верующих людей как-то, я не хочу это обсуждать. Главное, чтобы вы поняли, что Иисус Христос с гидонизмом ничего общего не имеет. Гидонизм означает желание наслаждаться и вот это вот райское удовольствие. Человек должен стремиться к Богу, а не к райскому удовольствию. Рай – это препятствие на пути к Богу. Это не помощь. Наслаждение не ведет к Богу. К Богу ведет труд над собой, служение, самопожертвование. О чем все христианские культуры и говорят. И католики, и православные, все стремятся отдать себя Богу. Села на Фонске, пожалуйста, там, постоянно. Вот об этом говорится Бог. О том, что надо служением заниматься Богу, отдать себя. Скучает душа моя по Тебе, Господи. Какие удивительные стихи. Да, мы прочитали. Еще какие-то вопросы? Да? А как может начаться, глупо почитать умы от своих родителей? Это же благость означает. Уважать своих родителей означает оценить, что они тебя родили. Мы же не благодарны им просто. В природе, мы благодарны. Вот, допустим, ты сделал то, что-то кому-то. Он этим начинает пользоваться. И привязывается к этому, но не ценит. Чтобы он оценил, он должен разлиться, очиститься как личность. Это называется благодарность. Это не просто быть благодарным. Надо учиться постепенно. Сначала постепенно вы придете к этому в свою жизнь. Постепенно. У нас на фестивале благость поют такую песню. Я не забываю об одном, на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Какая песня. Классно? Да. Если вы такие песни поете, у вас уважение называется. Да? Я начала джаку читать, и мама перестала молиться ей по 74 года. И я ее как-то пару раз спрашивала. Сначала она говорила, а после 80 не надо молиться, а потом стала говорить, а ты молишься, этого хватит. И это все правда. После 80 человеку очень трудно молиться. У нее сил нет просто. Человек уже еле дышит, еле ходит, еле живет. Так как у нее не было сильного духовного вкуса, она перестала молиться. И так же правда, что если вы молитесь, так же и ей идет за это. Но если будь сильнее молиться, она заново замолится, хоть ей 80. Еще вопросы? Да? Если второстепенные цели были приняты как важные, как сделать этот 30%? Если второстепенные цели были приняты как важные, это значит, чтобы находиться страсти. Но вот она идет автоматически переоценка? Конечно, конечно. Автоматически на основе знаний, изменений жизни. Понимаете, люди страсти всегда спрашивают о том, как получить результат. Потому что люди страсти хотят результата, они хотят райской жизни. Всегда. Поэтому они говорят, Олег Геннадьевич, всегда один и тот же вопрос. Как жить лучше? Как сделать так, чтобы я была в благости? Чтобы я высшей цели поставила выше? А люди в благости спрашивают, Олег Геннадьевич, как служить Богу? Как сделать так, чтобы что-то полезное людям сделать? Чтобы простить, просить прощения, научиться. Вот видите, он не первостепенный. Первостепенный для людей страсти вопрос, как жить лучше? Но так как они уже поняли, что жить лучше в благости, поэтому они спрашивают, как избавиться от обидчивости, как развить женские качества. Все эти вопросы означают, хочу счастья, как выйти замуж, как найти хорошую благостную работу. Все эти вопросы означают, найти счастье, хочу найти счастье. Да? А как правильно просить прощения и прощения? Ну, сейчас раз объясню. Вот смотрите, все основывается на знании. Надо молиться Богу и просить Его прощения. Прощения, прощения, и перед просить Его меня. Из песни Бога, направленной к человеку. И когда человек молится искренне Богу, в какой-то момент, неожиданно, его сердце прощает. Или он чувствует себя прощенным в какой-то момент. Это происходит по милости Богу просто. А потом, когда его сердце прощает, это только первый этап прощения. Потом он осознает, почему он простил. Сначала сердце прощает, то есть устанавливается положительная связь. После этой положительной связи он начинает хорошее в человеке. И думает, вот почему я его простил, потому что раньше-то я знал, что он вот такой. А сейчас я забыл об этом. И помню только плохое от него. А потом он осознает, что побудило его плохо поступить. И он уже делает вывод. Больше никогда не буду злиться на людей. Не хочу злиться. В таких ситуациях я больше не буду злиться на людей. Видите, три этапа. Но люди, которые не имеют связи с Богом, они просто думают, я хочу его простить, хочу его простить, хочу его простить. Если они сильно думают об этом, они тоже прощают. По воле Бога опять. Потому что Богу надоело слушать это все. И он думает, ну ладно, Бог с ним, пускай прощает. А можно просить прощения у мертвых? А нет мертвых? Нет мертвых. Вот я если сплю, я мертвый или живой? Я не помню же себя. Мертвый или живой? Ну я мертвый или живой в этом мире? Живой. Ну а если я нахожусь в тонком теле только? Допустим, иногда люди выходят из грубого тела, находятся в тонком теле. Потом заходят в грубое тело. Они мертвые или живые? Но они в это время вообще ни с телом не связаны, они вне тела находятся. Говорит, человек попадает под над телом, а висит на своем. Мертвый или живой? Мертвый или живой? Так мертвым не человек становится, а тело. А тело. Ну как живой, как он живет? Мертвым становится тело. Когда человек оставляет тело, то он как был живым, так и остался. Мертвым становится тело. Но так как вы человека считаете телом, поэтому вам кажется, что он умер. Он не умер, он ушел из тела просто погулять. То есть можно просить? Даже вот смотрите, есть доказательства, что он живой. Например, если предположить теоретически, что человек умер, тогда с ним прекращается всякая связь. Как прекращение связи указывает на то, что нет человека. Тю-тю. Нехорошей памяти, потому что на связь с человеком указывают память. Нехорошей памяти о нем, неплохой. Никакой памяти нет. Все, нет человека. И нет смысла тогда просить прощения, прощать. Нет человека. Но когда человек уходит из жизни, у нас сердце, связь с ним становится еще сильнее. Мы больше его помним, больше думаем о нем. Потому что физической связи, когда нет, люди начинают восстанавливать сердечную связь друг с другом. И самое время тогда помолиться о нем, очистить сердце, светлую память о нем иметь. Но сама мысль о том, что он умер, это греховная мысль, очень плохая. Это означает, что вы будете страдать очень сильно, потому что у вас противоречие в сердце будет. С одной стороны, вы чувствуете боль по этому человеку, а с другой стороны, считаете, что его нет. Это противоречие вызывает страдание. Вам надо просто понять, что он жив. Как зовут этого человека? Константин. Константин. Он такой рассудительный человек, да? Да. Откуда я узнал? Узнаю. Потому что я его сейчас увидел. Он какой? Он какой-то старый? Он тонкое тело, какой у него возраст. Не старый, но не молодой, где-то лет 45, наверное, так. Средний возраст. Он очень, потому что если он умеет, то он молодой. Молодой? Какой возраст? 19. 19? А, вот он. Он не умеет. Кстати, ему нужна сейчас помощь. Он страдает в тонком теле. Нужно молиться за него. Нужно помочь ему. У него идет сейчас процесс смены тела. То есть, когда человек выходит из тела, у него, он меняет тело в соответствии со следующей жизнью. Нужно перестраивать тонкое тело, нужна помощь. Если человек молится за него, то он очищается от всех грехов, может пойти на высшую планету. Надо думать о святом человеке и понимать, что это для него. И просто думать о святом человеке, кланяться ему. Все то же самое. Служить святости. И в сердце постепенно камень по отношению к человеку, за которого ты молишься, тает. И потом светлое чувство к нему поступает. И потом он приходит ко с ней и по снегке и говорит, спасибо тебе, ты мне помогли. То есть, не думать о человеке, который может... Не думать, потому что ты с ним все равно связан. Если ты о нем думаешь, то ты пытаешься сам ему помочь. О ком человек думает, с тем человек связан. Надо думать о святом человеке, и тогда святой человек будет помогать. Надо просить святого человека, чтобы он его очистил или помогает... Не, надо просто поклоняться святому человеку. Просить святого человека, чтобы очистил, это нечестно. вот так же, как вы приходите Олег Геннадьевич, определите дату моего рождения а вы заслужили это или нет знать дату своего рождения вот в чем вопрос заключается надо не просить святого человека очистить того человека а поклоняться святому человеку ваше поклонение создаст отношения со святым человеком и просто мысли святого человека очистить того, о ком вы думаете так должно это все делаться надо служить святости, а не глянчику ничего в нашей культуре мы привыкли к глянчику Бога Бог дай мне то, дай мне все как будто Он не знает, что нам давать, что нам нет Он такой тупой, но надо объяснить Бог все знает, но не надо ничего объяснять если вы слушаете Бога, Он вам дает все не слушайте, не дает, вот и все что-то сложного а что означает служить Богу? служить Богу означает кланяться Ему приносить Ему выполнять его наставления, служить его святому, его помощнику, означает стараться выполнять все правила, связанные со служением Богу, рано вставать, есть правильную пищу, освящать пищу, жить так, как Бог велел. Вот это называется же служить Богу. А когда ты живешь как хочешь, это называется же служить себе. Можно молиться дома, можно молиться в церкви, можно молиться в туалете даже. Молитесь где хотите, но если вы приходите в церковь, у вас больше силы, потому что там тоже все молятся. В этом преимущество церкви. Дома можно лекции по скайпу мои слушать. Идет прямая трансляция. Но если вы здесь сидите, вы получаете больше блага, потому что это святое место. Скажите, как отличить качество благословения от служения, от идеального благословения? То есть, вы говорите о практике, о том, что вы слышите. Сегодня я когда был на службе духовному учителю, и службу пел его ученик, Шилпурпада его ученик, я как бы ученик ученика, службу пел ученик-пурпад, духовный учитель, Шичина Нагуна Свамина. Я настроился на его стопы, поклонялся его стопам в это время. Я почувствовал необыкновенное счастье. Почувствовал также счастье, исходящее от всех людей, которые были на этой службе. Это счастье имеет чистую, возвышенную и вечную природу. Как будто бы оно всегда потом живет в твоем сердце. Это счастье, которое ты испытываешь как поклонение Богу. Это счастье просветляет ум, приносит много реализации в сердце, новое понимание жизни, приносит чистоту. А балдеж приносит только усталость, лень. Вот я сегодня накушался, лег отдыхать, меня развезло, я уже не хотел вставать потом. Это олень. И потом пришел читать лекцию, у меня слабость такая. Все тоже такими стали. Я потом погоду обвинил. Я виноват. Я во всем виноват. Но тогда с утра я был под влиянием святого человека. Это необыкновенное счастье. А счастье материальное существует как сон. Оно наступает как сон и проходит. Оно не оставляет никакого следа хорошего. И песни тоже о материальном счастье, как сон. Лето, ах лето, лето звездное, будь со мной. Сон. Да? Давайте будем обсуждать традиции, просто их надо соблюдать и все. Нет смысла это называть сплетничек, обсуждать традиции. Допустим, обсуждать традиции христианские надо в христианской среде вместе со своим остатниками. И он вам скажет, почему так, потому что он всю жизнь этим занимается. Если Бог, если люди идут к Богу, значит Бог создал эту традицию. Если Бог создал традицию, в ней есть смысл. Если в ней есть смысл, значит надо это все выполнять. Я буду обсуждать только тут те традиции, в которых я сам нахожусь. Потому что это будет честно. Я уже немножко коснулся темы христианства, совершил ошибку. Я почувствовал Бог, что недоволен много. Когда я начал разговаривать о реинкарнации в православии и все, я почувствовал Бог недоволен. Потому что я знаю точно, почему в православии нет реинкарнации. Потому что это понимание приближает людей к преданию. Если только одна жизнь, а потом навечно в аду, значит человек просто предается на всю катушку. И факт остается фактом. Веды говорят, что когда человек попадает на высшие и низшие планеты в ад, там жизнь его длится очень долго, фактически вечно. Потому что одна минута пребывания, один год пребывания, то есть одна минута пребывания на Земле, как год в аду. Время очень долго длится, очень медленно. А на высших планетах, наоборот, оно ускоряется. Если все можно спросить, обязательно являетесь обязанностью женщины вспоминание предков родов? Конечно, это хорошо. Взнедневные? Да, хорошо вспоминать и молиться за своих родственников. То есть делать иртуал. Очищает сознание очень хорошо. И Богу очень нравится, что мы за всех успокоимся. Я имею в виду в данном случае их, кто попал там. Это они тоже? Конечно, сто процентов. Да. Конечно, я вам что-то. Да, да. У меня бабушка 95 лет. О, здорово. Да. Сама попросилась в дом престарелых. И уже почти 10 лет она там живет. И в последнее время она очень хочет, кричит, заберите меня отсюда. Мы забираем. Не надо идти на поводу ее желаний, потому что она уже плохо соображает. Когда мы не отдавали, это было настолько тяжело, то есть мы не собирались это делать. Мы действительно не желательно настояли. А сейчас все равно мне вот эта тяжесть, как при том, чтобы... Просто еще осталось больше года, чуть-чуть вам пострадать, и ваш тяжесть закончится. Давайте не забирайте ее. Я думаю, что... Я хотела, мама не может ее забрать, а потом она не должна быть что-то. Я думаю, что вы должны на чем-то остановиться. Или забрать ее и терпеть, или оставить там и терпеть. И все, и то, и другое будет нормально. Поймите, что пожилому человеку нельзя помочь, если человек не интенсивно не молится Богу, то грехи настолько сильно наваливаются на него, что жить дальше становится адом. То есть для него это не счастье жить, а мука. И когда человек мучается, он попит и мучает всех вокруг. После 60 лет человек должен все больше и больше молиться, увеличивать свою духовную жизнь, потому что иначе он станет обузой для всех, начнет всех мучить в жизни. А вот когда пока сердце не возрадуется, столько и молится. Каждого свой срок. Чувствует ли человек в течение трех дней, когда сразу тело сжигают? Да, человек пока рядом с телом он чувствует. А рядом с телом он как минимум 10 дней после ухода. Как минимум. То есть нельзя сразу сжигать? Можно. Когда человек это тело грубо сжигает, он освобождается. А он не чувствует? То есть он тоже не чувствует? Ну и когда от нее тело он чувствует, какая разница? Что, одно другому легче, что ли? Легче, чем сжигать? Грубое тело сожгли и все. Но нет, от него легче, избавление произошло, облегчение. А если не сжигать, то там больше остается. Он может долго оставаться рядом с телом, пока оно не подвержится гниению в полной степени, он не сможет уйти от него. Это более мучительно. А вот прах, который остается из некоторых понятных тела? Если там молитва дома идет, тогда хорошо. Если там разгульная жизнь, тогда этот прах станет проклятием для этого человека. Да? Сергей Геннадьевич, мой дедушка буквально 29 мая оставил свое тело, и мы его могли где-то, может, 10-15 позже отжечь. И только после этого мне стало как бы легче. У меня такое чувство было, что он... Ну, да, так и есть. Ну, да, так и есть. Ну, вот для меня был, и я надеюсь, что ему еще... Ну, надо еще помогать вам. Да, правильно, помогать еще. Так. Так. Такой вопрос. Какой вопрос. Какой вопрос? Знаете, у вас, когда родилась, просила от служения, и учитывая судьба подогрева? В общем, правильно. Хороший вопрос. Так. Мне позвонили на днях, в этой бесконечнике, и предложила курс, ну, для Учителя Иисуса и иконогерами. Потому что... Какой, какой? О, супер, хороший курс, надо пройти. У них очень много прихожан, устарелых, много денег, много времени, нечего делать, их надо понимать. Они не даже знали, что Вы это карточка, и я подумала, может быть, это какой-то жанрский, да? Да, давайте, служите Богу, проходите знания духовные, давайте Бог другим. Ваша жизнь сразу станет счастливее. Ну, что у нас уже подходит к концу. Молитва не бывает за близких людей, молитва бывает только святости. А сердце, с чем связано, туда оно идёт. Так как оно связано с близкими людьми, это для Вас актуально. Поэтому, да, молитва идёт. Но молитва всегда одна и та же, мы не можем сами никому помочь. Есть такое заблуждение, человек думает, что я за кого-то молюсь. Мы сами никому помочь не можем, мы просто можем служить. Когда мы святости служим, она с нами взаимодействует и очищает всё, что окружает нас. А с нами, ближе всего к сердцу, то, что сейчас связано с ним. То, что актуально. То есть, вот, если люди просят здоровье близким или ещё что-то, это свой вопрос обращения? Нет, это нормально, просить здоровья близким. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально просить здоровья близким. Но это не незрелость. Потому что какой смысл просить у Бога, что Он и так знает? Ну допустим, вот смотрите, ребенок подбегает и говорит, папа, папа, накорми меня. Он говорит, я знаю, что тебя надо накормить. Чего ты волнуешься, я знаю. Нет, папа, ты накорми меня, накорми. Он говорит, ну я знаю, что тебя надо накормить. Просто сейчас не время нам кушать. Покушаем чуть позже. Сейчас по судьбе мы не можем покушать, мы едим в автобусе. Папа, я хочу кушать, накорми. Это папа приводит в состояние счастья? Нет, его раздражает. Но Бог не раздражается, просто Он как-то смеется над нами, что мы не понимаем просто идеи. Что сила, человек приобретает силу, способную менять судьбы близких людей во время служения, а не во время просьбы. Вот допустим, смотрите, приведу к такой пример. Люди колят дрова, а рядом стоит нищий, здоровый парень и просит, дайте покушать, дайте покушать. Ему говорят, пойдем поколем с нами дрова, потом вместе покушаем. Он говорит, я не хочу колоть дрова, я хочу кушать. Дайте покушать, дайте покушать. Это неэффективно. Он говорит, ну поройся и дальше тогда. Потребительство, да. Надо просто служить, кланяться Богу, выполнять Его наставления, жить по Его законам. И делать это для тех, кто нуждается в помощи. Говорить, это я не для себя делаю, для вас. Не волнуйтесь, вам тоже достанется. Когда человек проводником является духовной силой, он еще больше получает, чем просто благо, которое он просит для родственников. Надо молиться и говорить, это не для меня, это для них. Субтитры сделал DimaTorzok